Воскресенье и понедельник во Владивостоке выпало 15 мм осадков, что равняется месячной норме. 16 февраля на акваторию Японского моря вышел циклон, который принёс снег в Приморье. Осадки начались на юге края. В течение дня непогода охватила почти всю территорию Приморья. На побережье снег сопровождался метелью. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий снегопада. По информации мэрии, на дорогах города работали больше ста дворников и столько же единиц техники. Ночью работало 130 тракторов-щёток, машин с отвалами, автогрейдеров и машин для нанесения реагентов. Работы велись на основных дорогах, межквартальных проездах, подъездах к медучреждениям и другим социально значимым объектам. Утром прошла пересменка водителей. Рассказали в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада при муниципальном предприятии содержания городских территорий. Днём вручную и с помощью малой коммунальной техники велась уборка снега на лестницах, остановках, переходах, виадуках и тротуарах во всех районах города. Напомним, что к расчистке от снега пешеходных зон и прилегающих территорий обязаны присоединяться управляющие компании. В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что утром 17 февраля на линию вышли 515 автобусов, 11 трамваев, 7 троллейбусов. Таким образом, основного общественного транспорта вышло только 73%. Желающие воспользоваться такси вынуждены были переплачивать. За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировано более 100 ДТП. Есть пострадавшие. Два человека погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести. На территории региона сохраняется сложная погодная и дорожная обстановка, в связи с чем сотрудники ГИБДД просят автомобилистов принимать решение о выезде на личном транспорте, оценивая личную безопасность, характеристики автомобиля, опыт и манеру своего вождения. Помните о соблюдении скоростного режима и дистанции. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Снегопад, который начался во Владивостоке в воскресенье, вызвал серьезные сложности с передвижением. Несмотря на предупреждения госавтоинспекции, многие автомобилисты выехали на заснеженные дороги. Так, по сообщениям в социальных сетях, более 10 машин столкнулись на крутом подъеме на улице Тунгусская. Автовоз врезался в припаркованные машины на Пушкинской. Крупногабаритный транспорт, груженный четырьмя автомобилями, пытался подняться по Пушкинской в сторону Всеволода Сибирцева. Водитель не справился с управлением, и автовоз съехал в Хонда Фит и Тойота Тундра. В понедельник из-за большого количества снега многие жители не смогли выехать из дворов. Кто-то бросил автомобили вдоль трасс. Кроме того, утром движение на дорогах города было серьезно затруднено. В уборке города от снега с первых минут заняты порядка 130 единиц спецтехники и 90 рабочих. Звенья тракторов-щеток и машин с отвалами сгребают снег при бордюрной полосе на основных дорогах, внутриквартальных проездах, подъездах к медучреждениям, школам и детским садам, сообщила мэрия. Вручную и с помощью малой коммунальной техники снег убирают на тротуарах, лестницах, виадуках, в парках и скверах дальневосточной столицы. В первую очередь обработали опасные спуски подъема и подъезды медицинским учреждениям. Снегоуборочная техника работает на краевых дорогах. Более 50 единиц очищают и обрабатывают антигололедными материалами основные трассы. Дорожники просят жителей и гостей Приморья с пониманием относиться к работе спецтехники, не парковать автомобили у обочин, по возможности уступать дорогу. Рейсовый автобус сбил Амурского тигра на севере Приморья в районе села Гоголевка, сообщает Реавладньюз. Об этом рассказал директор Центра Амурский тигр Сергей Арамелев. По его словам, инспекторы охотнадзора уже побывали на месте, они подтвердили факт столкновения. После аварии тигр ушел в лес, однако позднее специалисты обнаружили хищника мертвым. Молодой самец погиб от травм. В инстаграм-эккаунте ДПСВЛ опубликовано видео, снятое из окна автобуса. На нем видно, как на трассе лежит тигр. Сначала он долго пытается встать, в итоге ему это удается, и он, прихрамывая, скрывается в лесу. Отметим, Амурский тигр занесен в Международную красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае. Травмированного почти год назад дальневосточного леопарда отправили на лечение из Владивостока в Москву. В столицу хищник полетел на леолете авиакомпании «Россия», сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Владивосток». Напомним, в марте 2019 года дальневосточный леопард под номером Leo 131M Elbrus столкнулся с автомобилем. Хищника с тяжелыми ранами нашли сотрудники охотнодзора у границ Национального парка «Земля леопарда». Его доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных, где удалось спасти зверя от смерти. Но, по словам специалистов, из-за сложной травмы лопатки у него образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и травма лапы, может существенно осложнить жизнь хищника в дикой природе. Для полного возвращения животного в природу было принято решение отправить его на лечение в Москву под наблюдением ведущих ветеринарных врачей страны. Большую партию овощей поставили в Приморье. Она прибыла 15 февраля через автомобильный пункт пропуска, пограничный из Китая. Доставлено 14 фур овощей. Это первая значительная поставка с момента ограничений, принятых китайской стороной. Возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже. По словам специалистов, кроме возобновления регулярных поставок из Китая, Приморье ведет планомерную работу по поиску новых партнеров. По рекомендации Минсельхоза Российской Федерации, край продолжит выстраивать связи и с соседними регионами. Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали многие овощи – помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны – из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. Власти Приморья открыли горячую линию и взяли под контроль ситуацию со стоимостью. Расходы за вывоз мусора льготникам Приморья компенсирует краевой бюджет. Воспользоваться этим правом жители региона смогут уже в марте, компенсировав оплату январьской квитанции. Так, при расчете за вывоз мусора сохранят право на компенсацию расходов в размере 50% участники войны, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, проживающие в государственном и муниципальном жилье, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, ветераны боевых действий. Также разработан законопроект, который предусматривает стопроцентную компенсацию за эту коммунальную услугу для многодетных семей. Предполагается, что возмещение расходов льготникам и многодетным родителям будут предоставляться без заявлений. По национальному проекту «Экология» в этом году в крае отремонтируют, построят и начнут проектирование систем водоснабжения и канализации в девяти муниципальных образованиях. Это не только повысит качество услуг, но и улучшит экологическую обстановку. Завершится ремонт очистных сооружений в селах Михайловка и Новонежина. Начнется модернизация системы канализации в селе Яковлевка. Приступят к ремонту сети водоснабжения в селе Анучино. В этом году специалисты приступят и ко второму этапу реконструкции водовода в Ханкайском районе введут в эксплуатацию станцию водоочистки в Арсеньеве. Будет вестись проектирование новых объектов, в их числе новый водовод в Надеждинском районе и в Партизанске. Напомним, в рамках национального проекта «Экология» и его региональной составляющей «Чистая вода» в Приморье проектируются 18 объектов водоснабжения и водоотведения, что позволит жителям почти 20 муниципалитетов края пользоваться более чистой водой. Все 12 китайских студентов Дальневосточного федерального университета, которые вернулись из КНР во время коронавируса, выписаны без признаков болезни после карантина, сообщает ТАСС. При этом в ВУЗе ждут возвращения из Китая еще 800 своих студентов и преподавателей. Отметим, карантинный пункт открылся в ДВФУ 29 января, и за время его работы через него прошли 12 человек. Зараженных коронавирусом не выявлено. В университете обучается почти полторы тысячи студентов из КНР, большая часть из которых уехала в январе в Китай на время празднования Восточного Нового Года. По рекомендации Роспотребнадзора, Департамент международных отношений ДВФУ оповестил находящихся на каникулах китайских студентов о том, что возвращаться в Россию следует не ранее 1 марта. Сейчас пассажирское сообщение с Китаем приостановлено до этого времени. Кабинеты стоматологов и психологов исчезнут из российских поликлиник. В поликлиниках будут введены новые отделения. Так, в обновленную структуру российского первичного звена здравоохранения не попали кабинеты стоматолога и лучевой диагностики, а также кабинеты доверия и помощи при отказе от курения. Вместе с тем в поликлиниках должны появиться терапевтические и процедурные отделения. В поликлинике, которые рассчитаны на прием от 30 до 50 тысяч пациентов, организуют первичный прием онколога и эндоскопическую диагностику. В более крупных будут работать пульмонолог, гастроэнтеролог, нефролог, ревматолог и ряд других специалистов. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова